Глава десятая Вскоре после своего приема в братство масонов, Пьер с полным написанным им для себя руководством о том, что он должен был делать в своих имениях, уехал в Киевскую губернию, где находилась большая часть его крестьян. Приехав в Киев, Пьер вызвал в главную контору всех управляющих и объяснил им свои намерения и желания. Он сказал им, что немедленно будут приняты меры для совершенного освобождения крестьян от крепостной зависимости, что до тех пор крестьяне не должны быть отягчаемы работами, что женщины с детьми не должны посылаться на работы, что крестьянам должна быть оказана помощь, что наказания должны быть употребляемы увещевательные, а не телесные. Что в каждом имении должны быть учреждены больницы, приюты и школы. Некоторые управляющие тут были и полуграмотные экономы, слушали испуганно, предполагая смысл речи в том, что молодой граф недоволен их управлением и утайкой денег. Другие после первого страха находились забавным шепелевенье Пьера и новые неслыханные ими слова. Третьи находили просто удовольствие послушать, как говорит барин. Четвертые, самые умные, в том числе и главный управляющий, поняли из этой речи то, каким образом надо обходиться с барином для достижения своих целей. Главный управляющий выразил большое сочувствие намерениям Пьера, но заметил, что кроме этих преобразований, необходимо было вообще заняться делами, которые были в дурном состоянии. Несмотря на огромное богатство Безухова, с тех пор, как Пьер получил его и получал, как говорили, 500 тысяч годового дохода, он чувствовал себя гораздо менее богатым, чем когда он получал свои 10 тысяч от покойного графа. В общих чертах он смутно чувствовал следующий бюджет. В совет платилось около 80 тысяч по всем имениям. Около 30 тысяч стоило содержание подмосковной, московского дома и княжон. Около 15 тысяч выходило на пенсии. Столько же на богоугодные заведения. А графине на прожитье посылалось 150 тысяч. Процентов платилось за долги около 70 тысяч. Постройка начатой церкви стоила эти два года около 10 тысяч. Остальное – около 100 тысяч. Расходилось он сам не знал как. И почти каждый год он принужден был занимать. Кроме того, каждый год главный управляющий писал то о пожарах, то о неурожаях, то о необходимости перестроек, фабрик и заводов. Итак, первое дело, представлявшееся Пьеру, было то, к которому он менее всего имел способности и склонности – занятие делами. Пьер с главным управляющим каждый день занимался. Но он чувствовал, что занятия его ни на шаг вперед не подвигают дело. Он чувствовал, что его занятия происходят независимо от дела, что они не цепляют за дело и не заставляют его двигаться. С одной стороны, главный управляющий, выставляя дела в самом дурном свете, показывал Пьеру необходимость уплачивать долги и предпринимать новые работы силами крепостных мужиков. На что Пьер не соглашался. С другой стороны, Пьер требовал преступления к делу освобождения. На что управляющий выставлял необходимость прежде уплатить долг опекунскому совету и потому невозможность быстрого исполнения. Управляющий не говорил, что это совершенно невозможно. Он предлагал для достижения этой цели продажу лесов Костромской губернии, продажу земель низовых и крымского имения. Но все эти операции в речах управляющего связывались с такой сложностью процессов снятия запрещений, истребований разрешений и тому подобного, что Пьер терялся и только говорил ему «Да, да, так и сделайте». Пьер не имел той практической цепкости, которая бы дала ему возможность непосредственно взяться за дело, и потому он не любил его и только старался притвориться перед управляющим, что он занят делом. Управляющий же старался притвориться перед графом, что он считает эти занятия весьма полезными для хозяйства и для себя стеснительными. В большом городе нашли знакомые. Незнакомые поспешили познакомиться и радушно приветствовали вновь приехавшего богача, самого большого владельца губернии. Искушения по отношению главной слабости Пьера, той, в которой он признался во время приема в ложу, тоже были так сильны, что Пьер не мог воздержаться от них. Опять целые дни, недели, месяцы жизни Пьера проходили так же озабочены и заняты между вечерами, обедами, завтраками, балами, не давая ему времени опомниться, как в Петербурге. Вместо новой жизни, которую надеялся повести Пьер, он жил все той же прежней жизнью, только в другой обстановке. Из тех назначений масонства Пьер сознавал, что он не исполнял того, которое предписывало каждому масону быть образцом нравственной жизни. Из семи добродетелей совершенно не имел в себе двух – добронравия и любви к смерти. Он утешал себя тем, что зато он исполнял другое назначение – исправление рода человеческого. Имел другие добродетели, любовь к ближнему и в особенности – щедрость. Весной 1807 года Пьер решился ехать назад в Петербург. По дороге назад он намеревался объехать все свои имения и лично удостовериться в том, что сделано из того, что им предписано, и в каком положении находится теперь тот народ, который верен ему Богом и который он стремился облагодетельствовать. Главноуправляющий, считавший все затеи молодого графа почти безумством, невыгодой для себя, для него, для крестьян, сделал уступки. Продолжая дело освобождения представлять невозможным, он распорядился постройкой во всех имениях больших зданий – школ, больниц и приютов. Для приезда барина везде приготовил встречи, не пышно-торжественные, которые, он знал, не понравятся Пьеру, но именно такие религиозно-благодарственные, с образами и хлебом с солью, именно такие, которые, как он понимал барина, должны были подействовать на графа и обмануть его. Южная весна, покойные быстрые путешествия в венской коляске и уединение дороги радостно действовали на Пьера. Имения, в которых он не бывал еще, были одно живописнее другого. Народ везде представлялся благоденствующим и трогательно благодарным за сделанные ему благодеяния. Везде были встречи, которые, хотя и приводили в смущение Пьера, но в глубине души его вызывали радостные чувства. В одном месте мужики подносили ему хлеб-соль и образ Петра и Павла, и просили позволения в честь его ангела Петра и Павла, в знак любви и благодарности за сделанное им благодеяние, воздвигнуть на свой счет новый предел в церкви. В другом месте его встретили женщины с грудными детьми, благодаря его за избавление от тяжелых работ. В третьем имении его встречал священник с крестом, окруженный детьми, которых он, по милостям графа, обучал грамоте и религии. Во всех имениях Пьер видел своими глазами по одному плану воздвигавшиеся и воздвигнутые уже каменные здания больниц, школ, богоделин, которые должны были быть в скором времени открыты. Везде Пьер видел отчеты управляющих о барщинских работах, уменьшенных против прежнего, и слышал зато трогательные благодарения депутаций крестьян в синих кафтанах. Пьер не знал, что там, где ему подносили хлеб-соль и строили предел Петра и Павла, было торговое село и ярмарка в Петров день, что предел уже строился давно богачами-мужиками села, теми, которые явились к нему, а что девять десятых мужиков этого села были в величайшем разорении. Он не знал, что впоследствии того, что перестали по его приказу посылать ребятниц-женщин с грудными детьми на барщину, эти самые ребятницы тем труднейшую работу несли на своей половине. Он не знал, что священник, встретивший его с крестом, отягощал мужиков своими поборами, и что собранные к нему ученики со слезами были отдаваемы ему и за большие деньги были откупаемы родителями. Он не знал, что каменные по плану здания воздвигались своими рабочими и увеличивали барщину крестьян, уменьшенную только на бумаге. Он не знал, что там, где управляющий указывал ему по книгам на уменьшение по его воле оброка на одну треть, была наполовину прибавлена барщинная повинность. И потому Пьер был восхищен своим путешествием по имениям и вполне возвратился к тому филантропическому настроению, в котором он выехал из Петербурга и писал восторженные письма своему наставнику-брату, как он называл великого мастера. «Как легко, как мало усилий нужно, чтобы сделать так много добра!» думал Пьер, «и как мало мы об этом заботимся!» Он счастлив был, высказываемый ему благодарностью, но стыдился, принимая ее. Эта благодарность напоминала ему, насколько еще больше он бы был в состоянии сделать для этих простых добрых людей. Главноуправляющий, весьма глупый и хитрый человек, совершенно понимая умного и наивного графа и играя им как игрушкой, увидав действия, произведенные на Пьера приготовленными приемами, решительнее обратился к нему с доводами о невозможностях и, главное, ненужности освобождения крестьян, которые и без того были совершенно счастливы. Пьер в тайне своей души соглашался с управляющим в том, что трудно было представить себе людей более счастливых и что Бог знает, что ожидало их на воле. Но Пьер, хотя и неохотно, настаивал на том, что он считал справедливым. Управляющий обещал употребить все силы для исполнения воли графа. Ясно понимание, что граф никогда не будет в состоянии поверить его не только в том, употреблены ли все меры для продажи лесов и имений, для выкупа из совета, но и никогда, вероятно, не спросит и не узнает о том, как построенные здания стоят пустыми, и крестьяне продолжают давать работой деньгами все то, что они дают у других, то есть все, что они могут дать.